Дорогие друзья, у нас сегодня интересная тема. Разрешите представить политкорректно в алфавитном порядке. Руслан Гатаров, сенатор. Между прочим, недавно ездил в Силиконовую долину и пытался там договориться с ведущими компаниями по поводу одной из тематик, которые мы сегодня будем обсуждать. Соответственно, Василий Далматов, разработка РУ-центра, но при этом один из таких серьезных специалистов в области шифрования. Дмитрий Лаврук, в МПЛКом, прошу любить и жаловать, начальник отдела, занимается СОНО. Алексей Овчаров, МТС, соответственно, техническая безопасность. Денис Ухов, МФИ-софт, директор по разработке, между прочим, делает те самые черные ящики, которые используются для СОРМА. Ну и Вартан Хачтуров, замдиректора департамента инфраструктурных проектов в Министерстве связи. Ну, Вартана тоже все знают. Собственно, тема-то у нас сегодня такая, она не очень простая, но мы ее постараемся немножечко держать в технических рельсах. И, соответственно, первый вопрос, наверное, из участников не будет к Вартану, по поводу того, в чем же, собственно, отличие проекта приказа, который был опубликован, который вызвал столько много шума, СМИ и так далее, от 70-го приказа, который действует по сей день и который все исполняют. Здравствуйте, друзья. Слушайте, на самом деле я впечатлен. Вот Андрей сказал, что шумиха в прессе началась по этому поводу в октябре. Не все знают, но проект приказа мы выложили в конце февраля. И, по всей видимости, он был на сайте, было соответствующее оповещение. По всей видимости, с февраля по октябрь это никого не пугало. До тех пор, пока уважаемые граждане и журналисты наконец-то не умудрились прочитать его неправильно. И после этого, так сказать, началась по этому поводу большая шумиха. Мы вот даже у Руслана собирались обсуждать это. В чем принципиальные отличия? Давайте я вам сначала расскажу, зачем это все сделается, чтобы вам было понятно. А потом объясню, чем это отличается от того, что было раньше. Как вы знаете, сейчас оборудование, которое ставится согласно 70-му приказу, рынок этого оборудования довольно специфически устроен. Это связано со многими причинами. Самое существенное из них состоит в том, что не существует ни одного нормативного документа, который бы утверждал технические требования к этим железкам, с тем, чтобы эти железки могли нормально сертифицироваться. В свою очередь, оператор связи, приходящий в какой-либо субъект для того, чтобы развертывать там сеть, приносил сертификат на свой ящик, показывал его и говорил, что у него все в порядке. И если у уполномоченных органов на той стороне есть какие-то трудности с работой, их оборудование с вашим ящиком, то это, в принципе, не ваши проблемы. Как вы знаете, те из вас, кто с этим сталкивался, сейчас все устроено немного по-другому. Очень хочется это поправить, и это главная цель выпуска вообще всех этих правил применения, что 174 приказа, что 268, что, собственно, проекта по ПД. Технические требования, которые в нем зафиксированы, они родились в результате совместного труда коллег из уполномоченных органов, вендоров. Мы неоднократно приглашали операторов, в том числе тогда, когда соответствующая работа шла, коллег из сотовых операторов, коллег из интернет-провайдеров, для того, чтобы они это почитали и сказали, что они думают. Проект приказа был выложен, как я уже сказал, в феврале. Не могу сказать, чтобы с февраля по октябрь у нас поступила масса замечаний. Такое ощущение, что у нас люди проекты регулятор не читают, зато газеты читают все. В чем принципиальное отличие от того, что было раньше? Раньше в требованиях к оборудованию и в фактической реализации у большинства операторов объекты контроля могли характеризоваться в основном IP-адресами, может быть, радиусными аккаунтами. В том проекте, который мы выложили сейчас, перечень параметров, которые могут характеризовать объекты контроля, расширен. В частности, туда добавлен, собственно, application level. Туда добавлены e-mail, туда добавлены аккаунты ICQ-уины и прочее. Что, в свою очередь, для вас, для людей, как я надеюсь, технически грамотных, это автоматически означает изменение внутренней структуры ящика. Казалось бы, это какое-то прям мега-новое требование, поскольку оно требует встраивать в ящики level 7 DPI. Но, с третьей стороны, те операторы, которые покупали ящики недавно, уже имеют соответствующий функционал. В этих ящиках, я думаю, что Денис меня поддержит в этом смысле. Значит, по-прежнему ключевой характеристикой САРМА как lawful interception является тот факт, что на контроль ставятся только те абоненты, в отношении которых проводятся установленные действия в соответствии с регламентами полномоченных органов и так далее. Совсем за этим есть прокурорский надзор. И поэтому не читайте, пожалуйста, до завтрака советские газеты, в которых написано, что мы не об этом сегодня. Слава тебе, Господи, я очень надеюсь, что вы не будете мне рассказывать, что вас всех слушают, и Путин лично по утрам интересуется, как у вас здоровье. Нет, нет. Значит, что касается буфера кольцевого, про который там все... Кто слышал про кольцевой буфер? Поднимите руки. Ой, обалдеть. Кого напугало? Слушайте, количество людей, которых напугало, гораздо меньше. Можно я не буду рассказывать? Не надо, не надо. Это у нас сегодня будет еще. Хорошо. То есть, в принципе, вот из ключевых отличий, это, собственно, во-первых, нормально специфицированный протокол взаимодействия ящика с пультом у полномоченных органов. Есть разные мнения по поводу того, насколько он эффективен, но, тем не менее, он там есть. Значит, это расширенный перечень объектов контроля, и это кольцевой буфер. Вот вам, собственно, вся разница от того, что было раньше. Самое главное, что теперь с выходом этого приказа, кстати говоря, который еще пока не вышел, если у вас есть желание с ним побороться, вы всегда можете это сделать, поскольку он сейчас будет отправлен в Минэкономразвитие, вы можете прийти в Минэкономразвитие и сказать там, что вот кровавое ГБ, и вы с ним не согласны. Ладно, ладно тебе. Ну ладно, я серьезно. Все, тайминг. А, тайминг, все, извините. У нас не очень много времени. К сожалению, представители ЦНИС не появились, как авторы, собственно, стенда и многих разработок, в том числе о которых говорил Вартан, и, к сожалению, представители ФСБ не пришли. Но я уверен, что они за нами наблюдают. Но давайте так, давайте перейдем непосредственно к ребятам, которые работают на земле, которые работают у операторов связи. Дмитрий, я попрошу, скажите пару слов все-таки. Вот ваша оценка вот этих самых ношенств и на каких именно участках сети… Собственно, мы все говорим сейчас про SORM, про ORM, а вот именно на каких участках сети вот именно на земле планируется это дело все устанавливать? И вообще устанавливается? Ну, в настоящий момент это устанавливается. Ну, мы говорим о сетях передачи данных. Если касается мобильную, брать мобильную сеть передачи данных, это устанавливается, конечно, на JPRS-узлах между GGSN и SGSN на GEN-интерфейсе. Плюс, соответственно, туда заворачивается трафик кромеров. Что касается сетей ШПД, то здесь есть несколько вариантов реализации. Зависит от сложности сети. Например, такие сложные сети, как Москвы и Санкт-Петербурга, там устанавливаются перед или за прасами, где, скажем, авторизуются абоненты. Если сеть довольно-таки маленькая, то в Соруме реализуется уже, устанавливается оборудование по периметру сети. Как правило, между ПЕ и П нулевыми роутерами. Скажите, пожалуйста, вы оценивали этот проект приказа и, скажем так, во сколько условных единиц вы считаете, ваша вот эта система удорожается, если этот приказ будет принят и, так сказать, все без изменений, вот как он есть в данной форме? Ну, это довольно-таки сложный вопрос, потому что приказ, скажем, носит такую двоякую функцию. Первая функция – это увеличение, я бы сказал, количества производителей оборудования Сарма. Если этот интерфейс будет принят, приказом Минсвязи, то уже многие производители могут сертифицировать свое оборудование. Как уже было сказано ранее, сейчас это происходит не так. И наличие вот этого кольцевого буфера, оно, я не думаю, что сыграет значительную роль в удорожании этого комплекса СОР, назовем так. Мы потом еще Денису зададим этот вопрос. Алексей, подскажите, пожалуйста, к вам такой вопрос будет. Вы сами являетесь крупнейшим провайдером интернет-услуг. Но я уверен, что вашими сервисами также пользуются и другие провайдеры. Вот в схеме, когда другие провайдеры подключены к вашей сети и являются лицензиатами, в каком месте, то есть каким образом будут осуществляться вот эти самые мероприятия, устанавливаться вот эти устройства? Будут ли они устанавливать или это все-таки у вас будет стоять? Вот как обсуждали вы эти вопросы? Ну, практика у нас такова, что при подключении сдачи СОРМа создается план по сдаче, и там определяются все технические параметры по предоставлению услуг и съема. Соответственно, в некоторых случаях мы совместно с другими операторами сдаем единый комплекс и показываем, что их трафик проходит через необходимое оборудование, и те задачи, которые вставятся в правоохранительные органы, они решаются. Поэтому это все решается в индивидуальном порядке, здесь нет массовой такой практики, что мы только так и не как иначе. Хорошо. Тоже повторю вопрос. Существуют ли у вас оценки именно финансовые с точки зрения, так сказать, проективного? Потому что если он сейчас будет подписан, условно, на днях, то понятно, что в ваших компаниях и в МПЛКОМ, и МТС бюджет, по сути, уже сверстан, и по всей видимости, либо уже одобрен, либо, так сказать, находится в процессе одобрения. Только я позволю себе заметить, что когда эти приказы подписываются, там ставится срок внедрения, срок перехода на этот приказ. Микрофон. Да, когда эти приказы подписываются, так было и со 174, и с 268, там есть срок внедрения. Срок внедрения обычно обсуждается, это предмет договоренности, никто не мешает сделать его год или два, для того, чтобы попасть во все бюджеты и успеть обновить. Хорошо, Вардан, в связи с тем, что ты взял микрофон, тогда вопрос. По-прежнему операторы платят за это удовольствие? Хорошо. Это, кстати, очень такой кантри-специфик вещь, конечно. Можно я не буду сейчас комментировать? Хорошо, нет, нет, не надо, не надо. Мы сегодня говорили про кровавую, ничего не говорили. Денис, вы у нас, по сути, единственный представитель компании, которая профессионально занимается разработкой вот этих решений, вот этих ящиков, софта. Вот скажите пару слов, как раз это был первый вопрос, который я задавал Варта, но все-таки с точки зрения разработки, удорожания самого комплекса, внедрения вот этих новых протоколов, кольцевой буфер, насколько вообще, в принципе, это изделие, которое вы, так сказать, поставляете на рынок, удорожает? Вот у вас на много, на сколько процентов, я не знаю. Ну, я сразу обладаю, что какой-то ценовой политики я сегодня высказывать не буду. Все-таки меня приглашают... Хорошо, насколько сложнее. Да, действительно появляется ряд новых требований, в которых вот наличие буфера, оно технически, ну, является как бы выделенным и самосущественным. Ну, это определенная работа, которую все вендоры, я думаю, сейчас проводят, и у нас есть уже на стадии завершения проект. То есть мы к моменту выхода, как правило применения, уже будем готовы. То есть мы сейчас вот конкретно тестируем себя над реальными нагрузками. Вот. Ну, это определенная работа. В общем-то, здесь никаких, ну, как бы, интересных подробностей привести даже к определенной программистской, там, инженерной задачи. По поводу дополнительных задач на черной ящике, да, которую вы озвучили, ну, вот это требование по наличию буфера, да, кольцевого, оно, в общем-то, прозрачно достаточно, да. То есть каждый оператор связи может, ну, достаточно легко скалькулировать, да, какую емкость этого буфера в соответствии с его мощностями, значит, с узла, узлов нужно иметь. Вот. С другой стороны, здесь, то есть это, конечно, уже будет в удорожане, да, играть с RedSorm. С другой стороны, элементная база модифицируется, программное обеспечение оптимизируется. Мы понимаем, что операторы, наверное, не готовы к какому-то серьезному удорожанию, поэтому, ну, мы должны предложить такие решения, которые, значит, переход на новые правила применения, как-то сгладят, да, вот в этом плане. С другой стороны, здесь, конечно же, начнет играть роль вот тот фактор, что Дмитрий озвучил. Сейчас рынок достаточно закрытый, с утверждением вот этих правил применения, конечно, рынок станет более прозрачным и более гибким. Ну, шкурно говоря, нас это, наверное, не очень даже, может быть, интересует, потому что МФСОФ уже давно залезал на рынок и проще на нем сидит. То есть мы сейчас, конечно, ну, то есть должны будем рынку, ну, как бы, реагировать вот на эту угрозу. Ну, вот следующий год, я думаю, покажет, и рынок будет меняться. Хорошо, вот, кстати, в предыдущей презентации, в предыдущем рассказе, так как ваша компания тоже упоминалась, немножко в другом контексте, ну, молодцы, достаточно серьезный бизнес. Я пока вот такую задачу для зала, так сказать, на десерт задам. Вот кто-нибудь потом озвучите, скажем так, условных единиц per gigabit, если мы начнем обсуждать стоимость вот этого самого решения. Я уверен, что многие эксперты, которые здесь присутствуют, наверняка примерно оценивали масштаб бедствия именно с точки зрения финансов. А членов нашего, участников нашего круглого стола, я, конечно, мучаюсь этим вопросом. Андрюш, я хочу только заметить, что я, как бы, участвую во всех этих вот публичных дискуссиях, выяснил, что стоимость этого решения, она в некотором смысле абсолютно произвольная. Вот, то есть... Да, в зависимости от интересов того, кто ее называет. Хорошо. Мы сейчас немножко обсудим топологию. Давайте немножечко обсудим, скажем так, вот я предложу такие схемы и, соответственно, задам вопрос. Ну вот смотрите, значит, представим, фигурация сети. Значит, я клиент, я подсоединяюсь к оператору связи, я устанавливаю какую-то сессию, значит, оператор связи идет, например, на AX, и, соответственно, за AX стоит Яндекс. Держа Соколов, привет тебе большое. Вот. Вот в той схеме, которую мы сегодня обсуждаем, соответственно, значит, Алексей сказал, где устанавливаются, значит, вот эти все черные ящики и так далее. Вот в этой схеме понятно, да, оно устанавливается где-то на уровне там эксос-концентраторов, то есть в том месте, где, собственно, включается клиент. Вот. При этом я, например, точно знаю, что требования, которые предъявляются в компании Яндекс, они, в принципе, тоже похожи. То есть у нас получается контроль с двух сторон. Прости, пожалуйста, с какого момента требования к компании Яндекс предъявляются? Нет, не предъявляются. Нет, конечно. Требования предъявляются только к лицензированным операторам связи. Хорошо. В лицензионных условиях есть обеспечение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Следующая схема. Следующая схема. Значит, абсолютно клиент, оператор уходит в транзит и уходит, например, в Google. Ну да, ну, пользуется Google. Соответственно, у нас, соответственно, с лицензионными требованиями это стоит у оператора доступа. Внимание, вопрос. А оператор транзита это тоже должно стоять? Вот в такой схеме. Какая лицензия у оператора транзита? Ну, по всей видимости, такая же, как у оператора доступа. В большинстве случаев. Значит, у нас, соответственно, уже это удваивается, да, эта схема? Продолжим. Хорошо. Третья схема. Талибан. Где-то там. Куда я сейчас показал? Cable and wireless. RETN. Mail.ru. Значит, соответственно, это ловится, это все стоит у RETN, должно стоять, как у транзитного оператора. В случае, если он, да, лицензированный транзитный оператор, да, вполне. Лицензированный оператор связи, нет такой лицензии на транзит. Я понимаю. То есть ты понимаешь. Оператор связи, я понимаю. Мы все это хорошо понимаем. Ну, хорошо. Но все-таки. Вопрос, подводя к Василию Долматову, соответственно, микрофон. Хорошо. Значит, предположим, в двух местах, не знаю, мы записали там или в одном... Ты сейчас посчитаешь, сколько это стоит, да? Нет, я не посчитаю. Записали трафик, все записали. А трафик весь зашифрованный. Я хотел бы... Можно я, прежде чем... Я хотел Денису задать этот вопрос. Денису-то что? Он два раза продаст. Что происходит? Вопрос в два раза или в зашифрованном? Вопрос зашифрованный. Про два раза уже все поняли, что дважды платят. А, кстати, АИКС, как лицензированный оператор, по всей видимости, тоже должен иметь такую систему. Понятно, понятно. Ну, если посмотреть требования, то там видно, что черные ящики обеспечивают по заданию с пункта управления, то есть законный отбор сетевого трафика в том виде, как он присутствует в сети. То есть вы никак не помогаете... Черные ящики. То есть вы просто его отдали... Ты тоже, наверное, как и все журналисты, не читал проект приказа. Читал. Нет. Я читал. А ты читал? Я читал. Да, но как бы там написано, что отбор может осуществляться на уровне, собственно, айпишного трафика, и тогда он утечет, как есть. В случае, если речь идет об отборе по e-mail и прочим, то для каждого из видов приложений есть скобочки, в которых написано в случае отсутствия криптографической защиты. То есть это означает, что никто не требует в ящиках проводить атаки на АЭС. Понимаешь, Вартан, у меня есть проблемы. ФСБ не пришли, поэтому этот вопрос я не могу им задать. Что они с этим делать будут? Я задам его Васю. Нет, я его задавал. Я могу... Давай, Вася. Давай, Вася. Ну или... Да, что? Я такую вводную сделал. В Ванкувере была замечательная встреча, ну тоже, опять-таки, с газетическим таким уклоном, интернет-инженеринг-таск-форс, на котором, значит, они в свете дела с Ноуда совершенно озверили, многие из этих инженеров и сказали, ах так, значит, мы будем вообще шифровать весь трафик и вообще все наши разработки инженерные, которые мы делаем с точки зрения РФС-протоколов, связанные с передачей данных, мы все будем их шифровать тупо. И через пять лет вообще не шифрованного трафика не останется. Вася, скажи, пожалуйста, вот с этим-то что делать? Как его разбирать-то? Андрей, я хотел бы сначала чуть-чуть прокомментировать Вартана, а то как-то все идет очень гладко. Ну да, давай, давай. Все всем довольны, все рапортуют. Ну, во-первых, приказ, появившийся в феврале-марте, его читали и замечания говорили. Собственно, они были проигнорированы. Собственно, после газетной шумихи, как я понимаю, там были высказаны ровно те же замечания, и, как я понимаю, точно так же проигнорированы. Так что все в порядке, процесс идет. Вот. Вторая тема, о которой тоже Вартан говорил, я действительно представитель тех самых разных мнений по поводу того, как это сделано. Ну, не воздержусь, хотя технически совершенно, круглый стол и технический форум, я мог бы сказать пару характеристик того, как это сделано, и думаю, что смеялось бы примерно ползала. Вот. Ну, ради бога. Можете сами посмотреть, это действительно информация есть и видна. Теперь, что касается шифрования. Да, действительно, собственно, всплеск истории со Сноуденом вызвал, скажем так, вектор в деятельности ITF на тему того, что давно пора, что сейчас наличие шифрования, которое есть в большинстве протоколов, но используется более-менее как-то так лениво тем, кто там хочет его настраивать, потому что там это требует определенных дополнительных усилий, что сейчас ITF будет всеми своими силами как-то пропагандировать переход на современные версии протоколов, которые содержат шифрование. Вот буквально с этого круглого стола я на самолет в Сунет разговаривать ровно о разработке этих новых протоколов и о том, как быстрее их вести в жизнь. Вот. Что же касается финансовой стороны вопроса, мы хостеры, вот Вартан говорит там, операторы, операторы. Забавность в том, что хостеры, они тоже операторы связи, лицензии на телематические услуги и ровно точно так же к нам предъявляются эти требования. Поэтому Яндекс, пожалуйста, посчитайте тоже и нас посчитайте, как еще одну точку, в которой этот трафик будет снят, будет храниться за счет операторов. Относительно оценок суммы, но все как-то избегают цифр, я тоже скажу относительно. По нашим оценкам, те произвольные, вот здесь я с Вартаном соглашусь, совершенно произвольные суммы, которые сейчас нам предъявляют для организации СОРМ, они сравнимы примерно с годовым оборотом оператора связи. Я думаю, что у всех остальных будет примерно так же, поскольку к старым коробочкам и их ценам мы более-менее привыкли, изменение стоимости будет явно связано только с наличием вот этого кольцевого буфера и оно будет пропорционально трафику, который этот оператор через себя пропускает. Ну вот моя оценка такая. Я думаю, что если, когда зал ответит на вопрос, очень может быть, что будет какой-то разброс. Ну может быть и не будет. Ну ты когда сказал про годовой оборот, ты себя имел в виду, что ли? Да, небольшой просто оператор. Ну я не знаю, но я думаю, что к выпилкому и к МТСу это не относится. Это, наверное, не очень относится, но с другой стороны, тут совершенно правильно подметено, если ты владелец лицензии на телематические услуги, я, так сказать, по своей прошлой жизни помню, у нас была электронная почта, у нас там были всякие штуки, в ВПЛКОМе, ну еще до ВПЛКОМ, в Голдане. Соответственно, у нас тоже были все эти средства и так далее. И, соответственно, я правильно понимаю, что это в том числе изменения планируются и для этих нацизи. Давайте, если позволите, раз уж мы перешли с вами на такие, как это, острые темы. Первое. По поводу двойного сорвления трафика. Ну, давайте будем так друг с другом откровенны. Строгость законов в Российской Федерации компенсируется тем, что далеко не все операторы их исполняют. Значит, поэтому я не буду называть там цифры конкретные, хотя я их знаю, какое количество операторов выполняет план мероприятия, а какое нет. Поэтому рассказывать там про то, что ой, вот мы в восьми местах что-то просормили, это неправда. по большей части требования ОРМ выполняют только крупные операторы связи. Эта ситуация там давно известна, и надо размышлять, что с ней делать. Значит, это первое. Второе. Есть правки, предложенные к проекту приказа компании «Уважаемый Ростелеком», которая больше всего страдает от того, что она несет нагрузку за всех остальных. В том смысле, что она большая, ее видно, и поэтому с ней общаться в этом смысле проще. Правки предложены следующие, и мы на самом деле в данный момент над ними размышляем. Правки такие, давайте требования СОРМ вот в этом виде предъявлять только к тем операторам, которые имеют абонентов физических и юридических лиц. Значит, ну то есть это попытка отделить транзитчиков от тех, которые... Прошу прощения, у МСКХ тоже абоненты юридических лиц. Это некая попытка разделить транзит и тех, у кого есть конечные абоненты. Это начало такой попытки. Мы размышляем на этот счет. Было бы странно считать, что мы не в курсе этой проблемы. Что касается криптографии, я не буду комментировать. Возможно, никто не хочет это комментировать. Да, никто не хочет это комментировать. Вася очень тактично не стал это комментировать. Это такой вопрос мы задали. Я все-таки предлагаю сказать так. Ведь аргумент, про который я слышал, и он повторялся, в том числе в лице, так сказать, руководителей многих в нашей стране, что слеза ребенка, значит, стоит всех вот этих миллионов, которые... Ну, собственно, у нас тема круглого стола. Про проценты... Смотрите, вот позиция наша... Вот мы за отраслью. А если 100% трафика шифровывается, что делать? Погодите, вот подождите. Наша задача, как ведомство нашего, состоит в том, чтобы установить технические требования. Значит, по этому конкретному приказу эти технические требования поступили в наш адрес из уважаемой организации, которая поставила на них свою подпись. Что, в свою очередь, означает, что их данный набор требований устраивает. В частности, их устраивает, что их объекты, в случае, если информация защищена по помощи криптографических средств, они либо не получают, либо получают вот в таком виде. Что это значит? Ну, меня можно не спрашивать. Я не знаю. Может быть, у них там суперкомпьютеры под землей. Я не знаю. Но, тем не менее, их это устраивает, и они несут ответственность за безопасность граждан в нашей стране. Это первое. Второе. В том, что касается всех приказов и вообще управления нормативного этой частью. Мы понимаем, что есть масса проблем. которые есть. И, в частности, принятие этих приказов направлено на либерализацию рынка. Это то, о чем сказал Денис. Мы хотим, чтобы это было дешевле. Мы хотим, чтобы это не создавало избыточной нагрузки на операторов. Но никто в ведомстве не сомневается в необходимости выполнять эти мероприятия и продолжать работу для того, чтобы они... Очень хорошо. Просто я хотел бы прояснить. По крайней мере, люди, которые сидят вот здесь на сцене, я уверен, что у него одного из них не возникает мысли, что ну, нафиг этот сон. Все хорошо понимают, что это нужная вещь. Что касается цены и ценности. Опять-таки, вопрос, который я слышу слегка оттуда. Ой, а почему операторы должны за это платить? Официальной позиции по этому поводу нет. Может быть, кто-то из операторов напишет в Конституционный суд? Ну, пусть напишет. Может быть, Конституционный суд примет соответствующее решение. Ну, или в обычный, просто в районный. Обычный. Надо сказать, что компания Beeline в векторе своего GR написала таких писем уже несколько десятков. А что писем? Надо же отсутствовать. Нет, ну, понятно. Вот пусть разбираются в тонкостях нашего законодательства. Значит, в этом смысле, ну, вот это сложившаяся практика. Да, возможно, она поменяется. Возможно, у нас есть действительно там желание как-то эту историю привести в как бы четкие, понятные рамки. И мы будем в том числе над этим работать совместно с коллегами из ФСБ. Спасибо, Вартан. Ты прямо сегодня у нас молодец. Руслан, давай я такой вопрос задам. Ну, вот съездил ты, поговорил с Гуглом, да? Ну, вот одно из решений, ну, как бы достаточно очевидно, с моей точки зрения, и дешево, которое бы позволило обойти вопросы, так сказать, протоколов шифрования именно на седьмом уровне все-таки, возможно ли, в принципе, вот с твоей точки зрения договориться вот с этими большими площадками, зарубежными в том числе, чтобы они не то, чтобы выполняли требования, да, потому что, ну, как бы требовать от них было бы странно, вот, а, скажем так, являлись бы партнерами, по крайней мере, в том, чтобы решать вопросы, прежде всего, связанные с ОРМ. Вообще возможно это, достижимо это или нет? Мои ощущения от общения с Майкрософтом и Гуглом, что да, эти компании настроены, ну, то есть даже разговор, там, у Майкрософта сразу позиция, мы международная компания, да, мы находимся в Америке, но мы сотрудничаем там. Они как одно из достижений, объективно, это их достижение, это их преимущество на рынке, в том числе в России, это то, что они сертифицируют продукты в Офстек и ФСБ, то есть, ну, то есть, никто пока этого не делает, там, Гугл этого не делает, и они об этом говорят, это одно из них, как достижение они говорят. Когда мы начинаем говорить о выдаче перс данных, они уже не так активно говорят, что, ну, как же, мы же вот на территории Соединенных Штатов находимся, и вот вы все вопросы давайте к правительству. То есть, это уже как-то не очень кошерно им говорить, потому что, ну, отправлять нас к мошенникам, которые мухлюют, да, ну, это просто неуважительно по отношению с партнером, с которым ты ведешь переговоры. А мошенникам в данном случае? Ну, я имею в виду Соединенные Штаты, которые там рассказывают всем там про свободу, а при этом за всеми нами следят. Ну, вот и в этом мошенничество. Это великая страна, серьезная нация, с большим достижением. По-моему, это не мошенничество, а нормальная государственная политика, которая на протяжении нескольких сетен лет уже здесь. Ну, вот еще раз, вопросов нет. Следи за всеми, но хотя бы с трибуны ООН об этом не говори, я про Обам. Ну, я всегда вспоминаю «Марс атакует» фильм. Люди, куда вы бежите? Мы хотим вам добра. Да, мы хотим вам сделать добро. Да, отлично. Компания Google, она отстает в этом смысле от Майкрософта, но так или иначе она разворачивается к российскому рынку. Он для нее принципиален. Я думаю, что в этом году они у нас заработают только на юрлицах под ярд долларов. И, конечно же, они хотят работать на нашем рынке. Конечно же, они хотят, чтобы и госорганы работали с ними. И для этого им нужно сделать несколько шагов. И, возможно, это будут те шаги, о которых мы говорили. Да, был разговор о том, что давайте, ребят, вы давайте нам персданные на территории России. Ну вот, ну а по-другому никак. Ну посмотрите, вспомните заявление «Железняка». Сервера в России. Крик, шум, международная история. Германия. Сервера в Германии. Уже нет шума. Бразилия. То же самое. И если такие компании, как Google, не будут идти чуть быстрее, чем регулятор, а именно создавая условия для саморегуляции, беря на себя такие обязательства, то нам тогда таких законов принимать не надо будет. Просто компания Google начинает это делать, автоматически за ними все придут, и ничего им не останется делать. Потому что Google номер один, самая большая компания. Что касается совещания, оно было в закрытом режиме, поэтому представители той организации, которая сегодня не пришла, были. Да, они, кстати, всегда незримо с нами. Когда 152 закон мы обсуждали, на всех совещаниях до определенного формата ФСБ были, но молчали. После публичных слушаний с участием Валентины Ивановны они включились и, кстати, отбили большую часть нападок, которые делали на них операторы. То есть объясняя как раз ровно то, что говорил Вартан, а именно, что да, может быть, закон, если в лобовую на него смотришь, он читается так, вот 19 статья 152, но по факту она не означает того, что вы думаете, читая эту статью, а означает совсем другое. Очень странный закон. Самое смешное, операторы ее читают о том, что там ужас-ужас. ФСБ говорит, ребят, нифига, вы сами берете и определяете для себя угрозы. Если решаете, что они вот такие, значит такие. Вы готовы сейчас по третьему уровню защищаться? Защищаетесь по третьему уровню? Я спрашиваю, и плюс к этому всему защищаться можно всеми несертифицированными средствами самого высокого уровня. Да? И тогда никто ничего не нарушает. 19 статья работает абсолютно адекватно. Да, но когда изменятся подзаконные акты 1, 2, 3, то тогда эта статья заработает совсем по-другому. Но на данный момент предпосылок этому нет, потому что там работают действительно адекватные люди. Что касается стоимости. Помню стоимость 400 миллионов долларов мэйл. Говорит, 400 миллионов долларов будет стоить вот этот кольцевой буфер. Ужас-ужас. 10 миллионов у Вэмпилкома у Рокотянов, по-моему, было. Или 30, 10, по-моему. На пальцах, Вартан, помнишь, представители той организации, которой и сегодня нет, на пальцах для одного из операторов расписали на 1,5 миллиона долларов все. И посчитали даже. Люди готовятся реально. Причем все операторы вот так руки развели и говорят, ну… Ну вот давайте сейчас мы вернемся. Так вот, 2 копейки на абонента в месяц. Стоимость того, что нужно поставить крупному оператору. Правда, на 5 лет. Но, опять же, никто не говорит, что это надо поставить завтра. Растяните на 5 лет. Вот я хотел бы такую пафосную фразу сказать. Все-таки в удивительной стране мы живем. На самом деле Россия одна из самых таких действительно демократических стран. Почему? Потому что такая вариативность, она на самом деле дает очень мощную силу. Надо заметить, что… Я хотел… Извини, пожалуйста. Я маленькое замечание сделаю. Просто подобного рода дискуссии, на самом деле, которые мы с вами ведем, в большинстве развитых стран в принципе невозможно. Абсолютно согласен. Да, поэтому, в общем, вы действительно должны гордиться. У нас очень демократическая страна. Алексей, пожалуйста. Я хотел бы расширить нашу дискуссию, потому что, вот уже было сказано, на самом деле таких документов, которые определяют требования к СОРМу, их несколько. И одно из таких требований – это требования к базам данных, по физическим лицам, по абонентам и так далее. Так вот, относительно приказа по этих черным ящикам, второй, именно по базам данных, которые реализуются вам, как постановление 538, он на порядке больше. Почему? По стоимости, по реализации. Поясню почему. В нем расширены требования, расширено собирать информацию о оказанных услугах за 3 года. Это по телефонии, по передаче данных. Это дополнительные требования сохранения тоже трафика, но уже не 12 часов, а прописано 10 дней. Не более 10 дней. Также, ну вот, мобильные операторы, к нам это наиболее, там, собирать информацию и предоставлять по перемещениям абонентов, вот, базовой станции, через которые оказываются услуги, как в активном, так в пассивном режиме. Поэтому мы всячески, через Минкомсвязь, высказывали свои опасения, потому что, ну, как бы по объемам мы для себя считаем, там, в деньгах не скажу, нам необходимо создать систему, которая обрабатывает порядка 60 петабайт данных. Вот, это цоды, это энергопотребление мегаватта-мегаватта, вот, это каналы, и, соответственно, мы еще раз, как бы, обращаем внимание, что, понятное дело, что мы, как коммерческая организация, будут принятые условия, будем их стараться выполнить, но это довольно-таки жесткие требования, и поэтому надо обращать внимание и тоже как-то это обсуждать. Одну секунду, Дмитрий, вот, есть чего добавить к этому, вот, с точки, вот, как оператору связи, вот, по поводу клонирования баз данных, паттернов использования, биллинга, вход-выход, дорого? Естественно, это дорого, потому что, ну, то, что мы сейчас обсуждаем, кольцевой буфер на 12 часов, ну, вы представляете, как бы, хранить трафик в течение 12 часов, это одно, а хранить заголовки, все заголовки из этого трафика в течение трех лет, это уже совершенно другое. Как бы, здесь стоимость просто несопоставима, что это касается информационной системы, потому что новые требования, они предполагают разбор на седьмом уровне всех этих данных и хранить. Да, это не только, скажем так, IP кто и куда, а именно более расширенные данные, и здесь уже речь идет о совершенно других цифрах и совершенно других хранилищах, не говоря об этом буфере на 12 часов. Я хотел уточнить, как раз действительно, когда я говорил о своей оценке, имелся в виду именно вот этот приказ, который СОРМ-3. И я хотел бы просто допомнить тем, кто читал «Понедельник начинается в субботу», там, помните, были автоклавы такие тикающие, ты говоришь, ты этого не бойся, ты того бойся. Вот сейчас мы за этот кольцевой буфер разговариваем, это такие цветочки? Слушайте, ну да, я вообще на самом деле, я вот последний, сколько я там в Минкомсвязи работаю, это полтора года, да, уже почти, полтора года прям плачу с людьми каждое утро. Как же операторы живут-то, бедняги? Так страшно жить-то, кошмар. Значит, давайте я, раз уж зашла речь, расскажу вам про СБД. Значит, во-первых, про нумерацию, там, я очень часто сталкиваюсь с тем, что там почему-то все говорят СОРМ-1-2-3, вот возникает реально большая путаница, поэтому лучше этим не пользоваться. Правильно говорят, это же, ну, это же... Значит, ну, звучит круто, СОРМ-3 там, СОРМ возвращается. Это как ВЕП-2.0, блин. Речь идет про, значит, четвертую часть правил применения под названием... СОРМ-4. Да, то есть мы это называем СОРМ-4. Значит, это... Это эксклюзив от Минута связи. Да, рабочее название, значит, СОРМ информационных систем баз данных. Значит, да, действительно, если посмотреть 538-е постановление, там не очень много написано, и поэтому интерпретируется это, как правило, как можно более широко. Значит, на текущий момент вот этот документ, о котором идет речь, существует в виде очень раннего драфта, прямо очень раннего, вот, в котором описаны технические требования. Он не является еще нормативным документом. Его большая сложность состоит в том, что, как для вас неудивительно, но вся айтишная часть оператора в нашей нормативной базе существует исключительно в виде куцых каких-то документов про автоматизированный систем расчет. То есть есть какие-то сертификаты на АСР, там, еще что-то, но вот это не кто... Ну, то есть на эту ерунду внимание начинает обращать только тогда, когда кому-то что-то неправильно пробилили. В остальном никаких баз данных с точки зрения регулятора у операторов не существует. Оператор — это такой коммутатор плюс АСР. И, соответственно, когда начинает речь заходить о сборе статистики с... Обратите, ну, то есть я хочу обратить наше внимание. Первые три документа по СОР отличаются от того, о котором сейчас идет речь, тем, что первые три предполагают доступ к содержимому коммуникации, то есть к самим данным в пакете, да, и поэтому они относятся к конкретному абоненту, который поставлен на контроль. То, о чем идет речь, это статистика, это данные о соединениях без их содержимого. Это так называемое big data. Да, это важно. Значит, коллеги из ФСБ в курсе, что довольно глупо заставлять операторов хранить заголовки UDP-шного трафика за три года. Поэтому на последнем совещании, к сожалению, мы сейчас вот в связи с тем, что занимались с ОРМПД, ну, как-то не очень много внимания обращали на СБД еще, не начинали его двигать, но тем не менее на последнем совещании в Минкомсвязи коллеги из ФСБ сказали, что да, конечно, мы понимаем, что для разных категорий трафика должно быть разное время хранения, и мы готовы с вами пойти на, соответственно, согласовать с вами для каждой категории трафика различный срок хранения в зависимости от их, так сказать, волатильности, да. То есть какие-то, я не знаю, там, логины, логауты – это одна история, а UDP-шный трафик – это другая история. Посмотреть, нужно ли хранить, например, там, пакетики с торрентами, там. Ну, понятно. Конечно. Значит, соответственно, эта история еще пока не приколочена гвоздями, и она будет обсуждаться, и в ней есть масса, там. Ну, например, как бы одно из требований, которое операторов вызвало просто шок и трепет, это поиск по вот этой базе за три года в течение нескольких секунд. Вот. Значит, ну, это еще одно требование, да, которое можно расслабить в том смысле, что по каким категориям данных, какого вида запрос. Однако. Значит, хочется заметить, что вот тут вот Василий только что, ну, тут недавно рассказал о том, какие, значит, вот в регуляторе глупые люди сидят, и как они глупо, значит, протоколы дизайнят. Надо вам сказать, что когда я стал интересоваться тем, какие же решения операторы связи уважаемые собираются ставить на своих сетях для хранения, я с удивлением узнал, что, как бы, большая часть из них в своих оценках, да, огородит ЦОД размером, значит, с небольшое здание, в котором закупает огромное хранилище, на которое ставят Oracle. Да, Oracle. Для хранения петабайт данных заранее известного формата. Значит, для меня, опять-таки, большим удивлением явилось, что наличие специализированных баз данных, таких, так, я не знаю, вертика или еще что-нибудь, знают далеко не все операторы связи. Вот. Ну, естественно, если вы возьмете, там, и, как бы, посчитаете стоимость лицензии Oracle для хранения 60 петабайт, то вам действительно не хватит даже 40-процентной EBITDA, МТС или Билай. Не удержался, не удержался. Не удержался, должен был сказать. Поэтому, как бы, мы, со своей стороны, конечно, будем расслаблять технические требования, там, где они уж совершенно там ни в какие ворота не лезут. С другой стороны, у вендоров этих решений, вот, может быть, Денис про это скажет сейчас, есть довольно креативные решения для того, чтобы хранить данные, ну, как бы, которые не фри-форум. Вы заранее знаете, что там за данные, вы умеете хорошо построить по ним индекс, и вы умеете их хорошо упаковать. Вот. Поэтому все вообще не так ужасно, как могло показаться. Денис, вы вот этот вопрос рассматривали именно с форматом хранения данных? Свертику рассматривали. То есть вы, так сказать, как вендор… Свертика не получилось. Понятно. Я же говорю, что в регуляторе глупые люди. Нет, ну, здесь, конечно же, это, я, может, чуть утрировал. Конкретно свертикой не получилось, но другие форматы есть. Ну, здесь где-то, истинно, наверное, посредине, да. То есть, с одной стороны, Oracle дорого, но с другой стороны, Oracle сейчас предоставляет… Я уверен, что здесь какой-то незримый Oracle. …поксимальной производительности готовые решения. Хорошо. Есть альтернативные решения, которые надо прорабатывать, конечно. Хорошо. И они прорабатываются. Буквально два замечания. Вот мы, на мой взгляд, по Соруму 2 или 3, которые с кольцевым буфером сели, поговорили полтора часа, все вопросы, в общем-то, сняли. Вопрос, еще раз, когда встал цены, представители ФСБ были настолько подготовлены, они принесли полный пакет оборудования, которое можно было установить, чем полностью обезоружили, естественно, операторов, которые к этому были, естественно, не готовы. Но, с другой стороны, мы здесь, как палата регионов, однозначно стоим на страже, в первую очередь, гражданских прав и свобод, и это правда. И готовы, если вдруг на площадке Минкомсвязи не удастся договориться, то мы всегда готовы собрать там в открытом, в закрытом режиме, в каком удобном будет работать оператором, представителем спецслужб и Минкомсвязи и сесть, поговорить, сколько надо, полтора, полтора, два, три часа. Потом совместно взять и доработать документ. Причем у нас уже там опыт по гражданским направлениям очень хороший, мы действительно там в какой-то мере решаем те вопросы, которые там не совсем получается отработать у регулятора. В том числе, когда операторы, они уже дорогу, в общем-то, знают, когда они не могут договориться сейчас с регулятором, они сразу к нам. И потом мы уже как-то эту историю выруливаем. И последнее, то есть, так как начали этим заниматься, пошли ходоки, пошли представители, производители, которые работают с СОРМом, то есть именно кто производит СОРМ. Они говорят именно о том, о чем говорил Вартан и коллеги, о том, что есть некая вещь, не утверждены стандарты, в том числе там стандарт передачи данных с ящика на пульт. И это очень сильно усложняет рынок, потому что если ты поставил оборудование одного, и все, ты уже никуда не можешь деть. И вот эта вот ситуация, если это очень четко нужно прописывать. РФС пока на эту тему не написали точно. Да, то есть вот это… Одно ЕЦИ, ЕЦИшный стандарт. Да, да, то есть вот эта вещь действительно сделает рынок более конкурентным, и значит операторы смогут вздохнуть и уже начинать прибивать производителей по ценам. Мне кажется, что это нужно приветствовать. Хорошо, коллеги, у вас есть кому-то еще что-то сказать? Сейчас мы будем уже шоу-там устраивать. Я относительно еще раз вас данных, хотел только некие детали там дополнить. Первая деталь, что постановление 538 было принято в 2005 году. И мы все это время живем на частных согласованных требованиях, которые мы выполняем. Это мешает, потому что нет единого понимания. Мы как федеральный оператор в разных регионах встречаемся, сталкиваемся с тем, что разные управления имеют собственный взгляд и видение этой проблемы. Поэтому мы за то, чтобы этот документ как можно быстрее был разработан. Про те объемы, конечно, я уже сказал, что это существенные. Относительно этих требований, я за все время работы видел 26 версий этого документа. Поэтому это не первая версия, она очень… да, это 26-я, 27-я версия. Мне кажется, ну вот с 2005 года, как были выпущены это постановления и соответственные требования. У 26 это еще не конец, работа идет. Еще одно замечание по поводу денег. Конечно, деньги, когда небольшие, на мой взгляд, честно. Вот я занимаюсь сейчас достаточно плотно крупными проектами. Информатизация, здравоохранение, электронное правительство. Миллиарды, десятки миллиардов тратятся. Тратятся, ну честно говоря, крови, сердце, крови обливается, потому что тратится неэффективно. Можно было эти деньги, там, меньше потратить с большей эффективностью. Но это государство. И вот здесь, мне кажется, операторы, кстати, очень аккуратно, с одной стороны, вроде как нельзя просить лишнего, потому что еще больше заберут. Это ровно та история. Если государство выделит на это деньги, то придут люди, возможно, с кривыми руками, которые выиграют гостендер, и начнут ковыряться в их оборудовании. И это в итоге никому ничего хорошего не принесет. И еще, и для государства, то есть если оператор этого сделает, не знаю, за 50 миллионов, то государство за это точно от 100 и больше заплатит. Вот в этом плане я здесь, лучше давайте дадим им больше преференций, но чтобы они решали эти вопросы. Это правда будет эффективнее для нас с вами, как налогоплательщиков. На самом деле, Руслан в этом смысле прав, потому что один из контраргументов, которые приводят коллеги из ФСБ, такой. Ну хорошо, давайте мы вопросимся дополнительный бюджет, только, знаете, у вас там, кажется, служба эксплуатации есть у операторов. Значит, ну мы завтра придем, железочки свои принесем, вот пальцем покажем, куда поставить, да, а потом будем сидеть и, как бы, вы нам доступ в свой ОСС, естественно, дадите, как бы, причем мы будем контролировать, куда вы трафик отливаете. Сами будем настраивать, а железочки, поскольку у нас за государственный счет купленные, вот, то и доступа у вас к ним не будет, а у нас будет. И сеточки будете строить так, как мы вам скажем, а не так, как вы считаете нужным, и так далее. То есть здесь весь вопрос в том, что, ну, хотите, давайте так. Все понятно, все. Коллеги, мы уже, так сказать, вылезли на одну минуту. Давайте быстренько вопросы. Алексей, вот, пожалуйста, Алексей Соколов, Яндекс. Я тут в Суе упомянул. Спасибо. Вы знаете, коллеги, вот все вот это вот обсуждение напоминает советские времена. Знаете, там было такое популярное высказывание. Трудящиеся делают вид, что работают, а государство делает вид, что им платит. Вот, и, собственно говоря, вот то, что сейчас происходит, ровно по этому самому. Делают вид, что, соответственно, СОРБ реализовывает, а операторы делают вид, что действительно, значит, тоже помогают это реализовывать. Это просто имитация деятельности. И уж если по каким-то причинам эту имитацию деятельности надо делать, то, по крайней мере, давайте хоть минимизируем потери от этой имитации. Поэтому первый, вопрос номер один, но совершенно очевидный. У любого оператора есть три типа портов. Есть абстримы, даунстримы, есть пиринговые порты. По крайней мере, очевидно, что надо прописать и понятно как. Что уж если неизбежно что-то ставить, неважно в каком режиме, то ставить, по крайней мере, только на даунстримовские порты, хотя бы тем самым в несколько раз уменьшив стоимость. Потому что бессмысленно ставить на пиринговые и абстримовские порты. Это первое. Второй момент. Имитация это в первую очередь почему? Потому что все веб-сервисы, которые в первую очередь интересны, они уже сейчас переходят, а некоторые уже не будут рекламировать что-то, уже перешли на шифрованные протоколы. И что вы с этим будете делать? Более того, ведь те люди, которые хотят как-то обмениваться информацией и быть безопасным, даже если вы заставите непонятно каким образом веб-сервисы снимать шифрование протоколов, ну предположим, хотя бы там российские заставили непонятно как, но западные там пошлют куда подальше. Но те, кому надо, они сами будут шифровать там по ГП или как-нибудь. Но совершенно бессмысленные дела, и если мы ради ФСБ все это дело все-таки имитируем, что это будет происходить, давайте минимизировать по крайней мере головную боль операторов. Спасибо. Вот вы знаете, еще со времен концепции мультисервисной сети связи, преснопамятной, я давно заметил, что Алексей, а также все остальные представители компаний Яндекс умеют очень пламенно говорить, но, к сожалению, добиться от них каких-то правок в документы невозможно. Значит, это первое. Документы, которые проще отменить, чем править. Ну да, 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 да. Ну нельзя править те документы, которые, в принципе, заслуживают только одного, как эта концепция мультисервисной сети, которую, слава богу, все-таки хватило ума ее пока отменить. Так вот, значит, что касается, ну то есть я эмоциональную часть опущу, я тоже так умею. У нас времени очень много для него. Что касается криптографической защиты, ну, я не буду углубляться в детали, да, но, поверьте, Алексей, у нас есть такие приборы, вот. Непонятно неведомо. Теперь, да, теперь следующее. По поводу разделения обстрима, даунстрима и пиринга, ну я, собственно, уже сказал, что есть, на самом деле, понятное осознание, что действительно нужно разделять там абонентский трафик, пиринговый трафик и так далее. Вот те люди, которые, в отличие от компании Яндекс, действительно тратят на это деньги, вот, они берут и предлагают свои правки. Вперед, все. То есть эти правки будут рассмотрены в рамках, собственно, работы в Минэкономразвитии и вполне вероятно, действительно будут внесены. Еще вопросы? По-моему, минут 20 назад было проиллюстрировано, как воспринимаются правки, которые предлагаются. В общем, насколько я помню, по обсуждению последних приказов и так далее, ни одна правка, которая предлагалась, так и не была принята. Спасибо. Ну, это уже пошло, да, такие пинг-понг. Давайте вопросы еще. Ну уж, конечно. Пожалуйста, только называйте себя громко. Все записывается. На это расчет Александр Исаунин, частное лицо в данном случае. Меня очень интересует... Очень ловко. Да. А адрес можно с паспортными данными? Да, да, да. Владимир Владимирович уже все знает. Вопрос вот в основном может быть к господину сенатору и вот представителю министерства. Вы упомянули, что СОРМ стоит того, что вот ни одна слеза ребенка не упала. И они конкретно все-таки, но звучало. Но вот очень интересует, а сколько же слез ребенка предотвратил СОРМ, который у нас в данный момент работает? Две, три, десять. Да, вот когда сенатор тушил пожар, и мы знаем, сколько он потушил. А сколько слез ребенок высушено СОРМом? Кто-нибудь знает? Ну скажите. Одна, две, три. Ну, на самом деле это довольно не самая смешная история, но по-хорошему, публично. Вы все помните историю, при которой средства СОРМ были использованы для того, чтобы найти ребенка Касперского. И они были на самом деле... Конкретно. Нет, и это вполне конкретная история. Телефонный? Да, при которой они были. И ПД. Не только. Ну, это не важно. Средствами СОРМ, надо вам сказать, что огромные... Огромное количество антитеррористической деятельности на этом базируется. Вы очень зря считаете, что все это нужно исключительно для того, чтобы кто-то мог развлечься. Это не так. Что касается официальной статистики, то это вопрос не к нам, это вопрос к уполномоченным органам, которые используют это для работы. Вы можете в любой момент соответствующий запрос послать в прокуратуру, в МВД, в Федеральные службы безопасности. Я так и сделаю. Спасибо. Что касается вопроса мне. Понимаете, дело в том, что... Что такое СОРМ? СОРМ — это инструмент, которым могут воспользоваться для того, чтобы поймать преступника. Насколько я понимаю, сейчас за этот доступ борются как раз представители спецслужб, потому что это при всем определенных допущениях, о которых вы говорите, о которых все здесь говорят. Ну, я не знаю вообще ни одной штуки в государстве, которая работает идеально. Так случилось. Не знаю. Я думаю, что во многих государствах так. Ну, то, что государство ручками делает, оно не самое эффективное. И поверьте мне, не потому, что мы плохо работаем, а потому, что бизнес херово работает за государственные бабки. Понимаете? Реально. Руки вырвать хочется. Вот так вот. Понимаете? Но, а как бизнес трогать? Они же хорошие, они же налоги платят. Понимаете? И так вот, что касается СОРМа. Статистики, к сожалению, нет, и было бы здорово, если бы она появилась. Но я думаю, что СОРМ реально в данной ситуации до шифрования, я не знаю, что будет после шифрования, можем, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, мы этого не можем точно сказать. У меня допуска к этой информации нет. Но сейчас он реально работает. И наверняка там ни один пожар и ни одну слезу он, безусловно, защитил. Позвольте, позвольте, позвольте. Зовут меня Владимир, представляю я компанию IPTP. Являемся мы, на счастье, нашим международным сервисом, хостинг-провайдером. В том числе, представлено здесь, в Москве, работаем. Вопрос у меня к представителю, собственно говоря, министерства в Артану. Очень приятно было вас слушать. Но есть пара вопросов, вернее, замечаний. Дело в том, что на сегодняшний день IT-отрасль является, пожалуй, единственной отраслью в этой стране, которая привлекает и, собственно говоря, создает рабочие места, создает добавленную стоимость. И хочется помощи страны-государства, потому что картина, которая имеет известно как представитель международного хостинга-провайдера, картина, на самом деле, другая. Очень большое количество заказов, которые могли бы быть реализованы в этой стране, уходит за пределы Российской Федерации. В том числе, расположение аппаратных средств в центрах обработки данных, в том числе, создание каких-то подключений. То есть, где помощи страны-министерства? У меня создается впечатление, что контролирующие органы, которые стоят над вами, заставляют вас писать законы, которые, по сути дела, ухудшают состояние в IT. Спасибо. Я прошу прощения, я немножко встряну. Все-таки у нас немножко сегодня тема СОРМ. То есть, мы можем ли рассматривать у вас вопрос, что СОРМ портит имидж страны с точки зрения конечного клиента, и они убегают за рубеж. Да, друзья, я готов за всю отрасль IT, очевидно, потому что это вообще другая часть министерства. Моё личное убеждение состоит в том, что самая лучшая помощь отрасли состоит в том, чтобы ей не мешать, и вмешиваться только тогда, когда это необходимо, и отрасль сама чего-то не может. Это в том, что касается помощи. Ну, возможно, у соответствующего заместителя министра есть какое-то свое мнение. На этот счет не знаю. Что касается СОРМа, то вы удивитесь, но Lawful Interception в том или ином виде присутствует в каждой стране, в которой есть связь. В какой-то стране там это может быть по-разному очень бывает. На самом деле, это зависит от страны. В некоторых странах оператор связи закупает средства Lawful Interception вместе с оборудованием. В нашей стране все устроено таким образом, что нужно покупать какие-то, может быть, внешние ящики, ввиду определенных требований и специфики отечественных протоколов. Но в других странах, например, ЕЦИшный ЛАЙ встроен в каждый коммутатор. И когда его приобретает оператор связи, он платит за этот ЛАЙ. Соответственно, после этого он включает туда канал и начинает отправлять трафик. Он платит за это при покупке оборудования и за разработку соответствующей части. Поэтому ничего специфического для России в ЛАЙ нет. Это есть везде. Более того, в России он значительно более открыт, нежели чем в некоторых других странах. Вот, собственно, и все. То есть про все остальное, ну правда, вопрос про 139 ВЗ или еще какое-то. Это не здесь, не здесь. Или что-то, что влияет на хостинг, вот можете в кулуарах спросить Руслан. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий слева здесь. А, вот. Дмитрий Гущин, город Красноярск, Пиринг, Сибирь, АИКС. Вот общался тоже с сотрудником ФСБ по поводу эффективности. Значит, есть такая информация, что спецслужбы той же Америки, они более эффективно работают. И это сделано за счет того, что их спецсредства размещаются в дата-центрах. А не так, как у нас, где попало. Вот при разработке ИСОМ-3 и вообще при разработке ИСОМ-3 учитывается опыт других стран. Слушайте, ну как бы в проекте приказа СОРМ-ПД есть требования к… У нас здесь ставится, я так понимаю, что ставят все операторы, у кого есть лицензия. Ну а по факту это нужно ставить там, где есть данные, откуда получают. И этого будет достаточно. Нет, ну это очень запутанный вопрос. Давай-давай-давай-давай, интерпретация такая легкая. Вот у американцев в Мэриленде стоит огромный дата-центр, в который, значит, они там качают, накачивают весь этот трафик. У них там электричество на восточном побережье кончилось. У нас все-таки более дефицированное… Слушайте, ну да, на самом деле исторически так получилось, что ввиду там… Ну это на самом деле касается не только интернета, это касается телефоней. Америка очень централизованная в этом смысле страна. Да, это связано с тем, что она была… Что долгое время связь в ней была монополизирована. И, собственно, поэтому в ней очень много больших узлов, на которых собирается очень много трафика. Я бы так сказал, можно я очень коротко отвечу. Там другие бюджеты, другая структура силовых ведомств гораздо гораздо сложнее. В ней работает огромное количество людей, которые превышают количество наших специалистов ФСБ 100%. И у них зарплаты приблизительно в 20-30 тысяч. Здесь даже не в зарплатах дело, там, в принципе, по-другому построена система. И строить такое в России было бы странно. Ну и то, что вы нам предлагаете, ну вообще прямое противоречие нашей Конституции. Да, совершенно верно. Пожалуйста. Точно не хотим. Добрый день. Степанова Мария, компания «Русскомнет». У меня не вопрос, у меня две небольшие ремарки. Во-первых, я хотела сказать, что на заре введения СОРМа был один провайдер из Средней Волги, который обратился в Верховный суд со словами о том, что введение СОРМа, по сути, означает дополнительное налоговое бремя, не определенное налоговым кодексом. Дело закончилось тем, что провайдер был разорен, и иск не рассматривался нигде в связи с отсутствием ИСЦА. Это на тему призыва, давайте операторы будут обращаться куда надо с соответствующими заявлениями. А второй момент, который мне хотелось сказать, тут при обсуждении вопроса стоимости забывается один небольшой момент, что дело не только в покупке черного ящика, а дело в том, что потом всю эту систему нужно сдать, проведя приемы сдаточные испытания. И если меня как правоприменителя успокаивают тем, что наличие дополнительной информации, описание протоколов позволит ввести дополнительное количество провайдеров в это оборудование, то количество приемщиков останется тем же самым. Это будет один и тот же ФСБ, который берет за это очень немаленькие деньги. За выдачу технического задания, за проведение технической экспертизы и введение этого в эксплуатацию. — Спасибо. — Мне кажется, это отголосок монополизма. То же самое с газом и с электричеством. — Смотрите, на самом деле, скажем так, сложившаяся ситуация не нравится никому, включая руководство ФСБ. То есть тот факт, что, я это называю произволом на местах, тот факт, что необходимо проводить дополнительные экспертизы, подписывать планы по каждому региону свои, устанавливать оборудование, которое в каждом регионе свое и так далее, это действительно то, что вызывает у коллег на Лубянке очень большое недовольство. И хочется ее упростить. Для того, чтобы, например, сдавать эти ящики, нужно было не ФСБ, а надзору по 113 приказу. То есть иметь на них нормальный совершенно связной сертификат, иметь на них понятную программу, методику испытаний и так далее, для того, чтобы исключить вообще во всей этой истории участие каких-то конкретных сотрудников региональных управлений. Все. Так этим-то и занимаются, господи. Вот тот приказ, про который идет речь, он на это и направлен. Вот позитив пошел. Пожалуйста, еще. Вот давайте с этой стороны сейчас. Давайте. Михайлов Андрей, как частное лицо, вопрос такой. Что-то у нас сегодня частный приз многовато. Вопрос, собственно, к знатокам. Не думали ли вы, что внедрение СОРМа нового за собой повлияет, скажем так, кальобразную лавину просто улучшения хриптографических средств и, соответственно, ухудшения мероприятий по розыску? Да и слава тебе, Господи. Ну, то есть вопрос эффективности. Это уже случилось, только не из-за СОРМ. Вопрос-то был в чем? Вопрос в том, что эффективность после внедрения СОРМа-3 скачкообразно упадет по сравнению с текущим СОРМом. Ну, она на самом деле не связана, потому что, собственно, процесс развития криптографии, который как раз и повлияет на эффективность, ну, а точнее, скажем так, на затраты, которые потребуются для того, чтобы обработать этот трафик, он с сочинениями 2, 3, 4 не связан никак. Как там был трафик, так и здесь был трафик. Единственное, что те же самые параметры, которые сейчас расширили, они на самом деле в большинстве случаев оказываются под шифром. И поэтому даже сам вопрос о том, что вычленить эти параметры и сдать их, он оказывается просто нереальным в данной ситуации без вскрытия шифра. Потому что сравнить не с чем. Тот же самый ICQ-WIN в зашифрованном протоколе, простите, сравнить не с чем, не расшифровав. Поэтому, ну, да. Но это не связано с тем, что… Вы не совсем поняли. Это не с Сором связано. Вопрос в том, что в новом Сороме еще меньше вероятности того, что вы найдете злоумышленника, чем в старом. Не связано. На самом деле, как раз желание, которое просматривается у авторов всех модификаций, оно какое-то очень экстенсивное. А давайте соберем побольше данных и побольше похороним. С точки зрения подхода, ну, на мой взгляд, это неправильный подход. Надо внедрять интеллект, а не пытаться сгрести более широкой лопатой, в надежде, что потом мы что-нибудь найдем. Ну, пока идет таким путем. Думаю, остается надеяться, что что-то поменяется к лучшему. Да, Василь, это крепко ты врезал по поводу лопаты. Авдеев Александр, компания связи на форуме, оператор связи. Хотелось бы, во-первых, сделать небольшой комментарий по прозвучавшему от коллеги предложению, ставить Сором в дата-центрах. В наших дата-центрах, допустим, мы поставим, а в зарубежных как? То есть вы предлагаете Сормить фактически обстримов, то есть то, чего хотелось бы всем избежать. И следующий вопрос. У нас есть закон о связи, в котором вполне определены термины. Я, к сожалению, не читал проекта Сорм, поэтому прошу прощения за свое незнание в этой области. Это вопрос скорее к представителю Минсвязи. В законе о связи есть понятие потребителя услуг связи, то есть тот, кто приобрел услугу связи, фактически это частный клиент, то есть те самые даунстримы. Я очень прошу прощения, у нас некоторым коллегам просто надо на поезд, они опаздывают. Давайте, да, может быть. Предлагайте не спрашивать или как? Давайте вы сейчас вот вартана выловите прямо по дороге. Я очень прошу прощения на самом деле. Давайте я все-таки задам вопрос, может быть, это интересно и другим будет. Соответственно, потребитель услуг связи, это по сути и есть тот самый даунстрим, частное лицо или юридическое. И есть понятие оператор связи, то есть тот, кто имеет лицензию. И насколько я понимаю, он юридически клиентом другого оператора не является. Там идет речь о межсетевом взаимодействии. То есть в проекте СОРМ предусматривается СОРМ и вот этого межсетевого взаимодействия, или мы тут просто из пустого в порожнее переливаем, обсуждая какие-то двойные, тройные СОРМа и так далее. Это уже прозвучало сегодня? Ну да, я как бы уже ответил на эту тему. Все дело вот в чем. Еще один такой комментарий. По поводу телефонии, помимо правил применения оборудования, есть еще приказы, которые регламентируют правила построения сетей, в которых указывается, где конкретно должен стоять ящик, а где он не должен стоять. А также, что он должен контролировать, а что нет. Для сетей ПД такого приказа нет. И я видел его проект, который составлялся несколько лет назад. Вы не хотите такой приказ получить, честно, вот вообще. Иначе все ваши сети в одну ночь превратятся в тыкву, а именно в телефоне. Соответственно, формально для того, чтобы совершенно точно ответить на вопрос, в каком месте надо ставить СОРМ, ПДшное, в каком нет, надо принимать приказ по правилам построения сети ПД. Сейчас все сети так разнообразно и хитроумно устроены, что мы пока не понимаем, что в этом приказе написать. Так, чтобы он ничего не сломал. Соответственно, мы постараемся максимально в приказе по СОРМ, ПД отразить аккуратно, кого надо контролировать, и где ящик ставить, а кого не надо. Я уже говорил, что поправки от Ростелекома на этот счет есть. Они в первую часть приказа, которая более или менее такая общая. Мы постараемся их, соответственно, протолкнуть в том числе. Спасибо большое. По-моему, получилось достаточно интересно. Похлопайте нашу мечту. Спасибо, ребята.